Бомбарбия Он говорит, если вы откажетесь, они вас заражут Шутка Шутка Папаша, огоньку не найдется? Ты что, глухонемой что ли? Да Понятно Садитесь, сейчас я его зажгу Его увидите Сядьте Товарищи, а где же конструктор? Я извиняюсь, товарищи Не тот зажег Сейчас повторим Кажется, любых эпитетов для этого актера будет мало И достаточно даже прибавить самый А Юрий Никулин действительно был Самый известный Самый любимый Самый добрый И самый смешной Но каков на самом деле путь настоящего клоуна? Выбирает ли он эту стезю? Или стезя сама Выбирает его? У меня, например, постоянный страх Память о Опасности Вот здесь сидит А это внезапный страх Вот так вдруг По ложечке Как будто на ней Три дня 1975 год Каждое утро для съемок фильма «Двадцать дней без войны» Юрию Никулину приходится надевать военный костюм и погружаться в самое тяжелое время своей жизни Каждое утро он словно возвращается на Великую Отечественную войну под взрывы снарядов и бомб Каждое утро он снова переживает смерть товарищей, голод, холод и боль А вечером, сняв гимнастерку, Юрий Никулин надевает клоунские ботинки, полосатые брюки, подкрашивает глаза, нос и выходит на манеж цирка Смешить взрослых и детей С каждым съемочным днем становится все сложнее выдирать себя из, казалось бы, пережитой войны Из тяжелых воспоминаний, из забытой боли, из всех тех ощущений, звуков, запахов, которые преследовали актера долгие годы после окончания войны Все сложнее вечером беззаботно выходить на манеж, смеяться, смешить И Юрий Никулин принимает непростое решение На пике карьеры, любимый всем народом актер, уходит из кино Он больше не будет сниматься, он выбирает манеж, цирк И самое главное, радостный, беззаботный, благодарный смех зрителей Смех, который он когда-то выбрал, как свое самое главное оружие И единственный щит от всех жизненных невзгод И сделал его своей судьбой Жить, как говорится, хорошо А хорошо жить еще лучше За несколько дней до Дембеля 20-летний Юрий Никулин пишет маме письмо с радостной новостью Скоро он приедет домой и обязательно будет поступать в театральный Он давно мечтает стать актером В конце письма он ставит дату Май 1941 года Домой Никулин вернется только через пять лет Война навсегда изменит молодого человека Здесь Никулин впервые увидит смерть На его глазах сослуживцу, сидящему рядом в окопе, снарядом оторвет голову Этот эпизод еще долго будет ему сниться Как и постоянное чувство голода и изнеможения Война была для него табу Он никому, ни нам, ни отцу, ни тем более нам ничего не рассказывал Видно на это были у него свои особенные причины Своя особенная боль, которую он должен был или он так решил оставить только себе А вообще он самый настоящий герой, фронтовик, огромное количество наград Я помню смутно, наверняка, как любой сын, как любой, так сказать, ребенок Человек, который прошел войну, какие-то вопросы задает Но я на те вопросы ответов прямых не слышал И, очевидно, я тогда уже сообразил, что тема такая закрытая И не нужно в нее лезть Уходит этот ответ, а уходит раз, два, три И тоже понимая, что это, так сказать, позиция Это не нужно о тем говорить Это, кстати говоря, признак настоящих фронтовиков Во фронтовом аду Никулин находит единственное спасающее оружие Юмор Он постоянно шутит, рассказывает анекдоты, разыгрывает какие-то сценки И ему становится легче Всем вокруг становится легче Легче пережить эти тяжелые четыре года И Никулин окончательно убеждается Единственной защитой в этой жизни может быть юмор Никулин верит, что с помощью юмора у него получится все Впервые то, что смех может спасти, Никулин понял еще до войны Когда его призвали в 1939 году в армию, в зенитно-артиллерийский полк Сослуживцы называли его «Глиста в стакане» Они дружно смеялись над ним, наблюдая, как Юрий Никулин Вполне серьезно отрабатывал строевой шаг на плацу Форма на нем болталась, утулая спина никак не хотела поддаваться солдатской выправке И каждый его шаг сопровождался хохотом Первая реакция была обидеться, потом рассердиться Но неожиданно для себя молодой Никулин понял Что лучший выход – это смеяться над самим собой, вместе со всеми Это обезоруживает, даже объединяет и несет что-то светлое Спасибо вам, товарищи, за вашу продукцию Спасибо! Смерть немецким оккупантам! Победа будет за нами! Они думали, будет за ними А будет за нами После окончания войны Никулин год ждет демобилизацию Ему не терпится поскорее поступить в театральный В 1947 году Юрий Никулин, уверенный в своих силах, приходит на вступительные экзамены Сначала в Щукинское училище, потом в Щепкинское, потом в ГИТИС Он обходит один вуз за другим, и везде ему говорят одно и то же Вам нужно выбрать другую профессию Вы не можете быть актером Вы не красивый, не фотогеничный Но бог его знает, что там происходит в этих приемных комиссиях, когда человеку говорят «нет» Мне тоже, например, говорили «нет» в театральном институте Полагаю, что и в Никуле не могли Вот в этой вот неразберихе или в этом потоке Не разглядеть человека, который потом принес столько радости и искусству и зрителям Такое бывает часто Но и трава пробивается сквозь асфальт Никулин не может поверить Ведь он с детства знал, кем станет Он вырос в театральной семье В Демидове, в Смоленской губернии, отец Никулин организовал театр революционного юмора Где выступал в роли и режиссера, и актера Ставил много пьес и сам играл Мама Юрия также была актрисой После переезда в Москву Владимир Никулин вел драмкружок Писал пьесы для театральных постановок В драмкружке отца занимался и Юра В автобиографической повести Максима Горького детства он играл самого писателя Казалось бы, судьба его была предрешена с рождения И вдруг такая трагедия Его не принимают ни в один вуз Ни один педагог не видит в нем актера Для Никулина это равносильно тому, что его жизнь закончилась Но он помнит, что на войне было еще тяжелее И он почему-то выжил, несмотря на то, что многие его товарищи погибли И сейчас он как никогда чувствует ответственность за то, что выжил Представление начальщика его не принимали И тогда он нашел в газете, заметил, что в цирке на Цветном открыта студия И набирали желающих И он попал тогда к Румянцеву Когда Никулин узнает о наборе в студию Клоунады при Московском государственном цирке на Цветном бульваре Решает попробовать поступить туда В этом решении его поддерживает отец Пусть Юра рискнет В цирке экспериментировать можно Если он найдет себя, выдвинется В театре все известно, полная зависимость от режиссера А в цирке многое определяет сам артист Туда он мечтал и хотел быть клоуном Ему это все понравилось Но понимаете, какая штука Ведь почему так мало клоунов? Вообще в жизни мало клоунов Профессиями, я имею в виду, настоящих клоунов Потому что мало мечтать Мало хотеть Потому что я уверен, что очень многие, которые хотели бы быть и могли бы быть клоунами Ими не стали только потому, что звезды не стоп на мир встали в нужное место В отличие от театральных институтов В цирковую студию Никулин поступает без особых проблем И это при том, что экзамены прошли лишь 18 человек Из нескольких сот желающих Никулин сразу попадает в свой мир Его первое самостоятельное выступление на манеже цирка Состоится 25 октября 1948 года Он выступит вместе со своим напарником Борисом Романовым А репризу подготовит его отец Вскоре Никулин и Романов отправятся на гастроли Уже с самим Карандашом В те годы первым клоуном Советского Союза Он называется обучителем Карандаша Вопрос для меня спорный Потому что Карандаш При всей его В общем огромной одаренности Он был человеком очень сложным Крайне сложным Насколько я его помню Он был чем маленьким тогда Но и люди, которые помнят его Естественно, раньше у меня, которые с ним работали Говорили, что очень неоднозначно На самом деле И да, понимаете, ведь Клоун Это единственная профессия цирковая Которую нельзя научить Можно что-то перенять Что-то передать Что-то Взять Но это было чужое А для клоуна Главное Это индивидуальность Они все Все разные Это все Уникальные совершенно вещи Как бы сейчас сказали Эксклюзивные Это абсолютно эксклюзив Скоро у Никулина Появится новый напарник Михаил Шуйдин Они создадут Один из лучших Клоунских дуэтов В истории советского цирка И проработают вместе Больше 30 лет Через год После успешных выступлений И гастролей Никулин едва не погибает На арене цирка Михаил Румянцев Клоун-карандаш Решает поставить номер с пони Нужную лошадь Находят на конюшнице Мирязевской академии Карликовую лошадку Зовут Лапоть Тренирует ее студентка Татьяна Покровская Карандаш просит подготовить Пони для его номера В этом номере выступает И Юрий Никулин В роли подставного зрителя Была такая реприза Сценка на лошади Когда карандаш Берет из зала Обычного зрителя Понял, что это был ЮВЭ Это была подсадка Как у нас называется И вот он должен был По манежу проехаться на лошади Вот, но так как Это человек из зала Понятное дело, что он Не умеет ездить на лошади Не умеет ездить верхом Вот, то он там садился Наоборот Смотрел В копу коню То он под него И вот в один момент Он должен был Под ним пролезть Под конем В общем, он попал Под лошадь Под копыты И конь его Начал бить Вот И Понятное дело Его увели Окровавленного Никулина Унесли с манежа Вердикт врачей Никулин может остаться Инвалидом на всю жизнь Для молодого клоуна Только нашедшего себя Свой путь Это почти приговор На следующий день В больнице Его неожиданно Вещает девушка Та самая Татьяна Покровская Которая тренировала Пони по имени Лапоть Таня, я не знаю То ли она Чувствовала Свою вину То ли чувствовала Считала своим долгом Прийти, навестить Ну, вроде как Он перед ней Позировался Вот И вот Произошло такое И вот Один раз пришла Там Пельтинечки принесли Они знают, что там Раньше можно было В больницу приносить Вот там Конфетки Еще что-то И вот Так вот Юрий Никулин Понимает, что влюбился Что теперь в жизни Для него важен Не только цирк Он идет на поправку И к удивлению врачей Полностью восстанавливается Через полгода Татьяна Покровская Становится его женой Вместе они проживут Почти 50 лет У них родится сын Максим Моим воспитанием Когда намерет Такую возможность Занимался мамой А у папы нет Он к этому отношения И имел После выздоровления Цирк вновь становится Домом для Никулина Его жизнью Артист невероятно Успешен Любим В цирк приходят Исключительно на дуэт Никулина и Шуйдина Они ездят С гастролями По всему миру Везде их встречают Аншлаги При этом У Никулина Счастливая семья Сын Казалось бы Ну не о чем Больше мечтать И тут неожиданно Никулину предлагают Небольшую роль В фильме Девушка с гитарой И Никулин Отказывается Он попросту боится Ему уже 36 лет Но он все еще Помнит приговор Приемной комиссии Вы не актер Дежиссер пытается Его уговорить Но Никулин Не верит в свои силы Убедить сниматься В фильме Удается только Его жене Татьяне Он ведь Не вошел С кину Сразу Вот в какую-то Эпохальную роль А такие случаи Бывали И достаточно часто Пример Там в новом Когда вот Отец снялся В фильме Фильм вышел на экраны И утром он прожнулся Звездой Потому что Да это бах Такое Действительно А ну знаете Там девушка с гитарой И эпизод Да он смешно Он хорошо сыгранный Но все еще эпизод Это ни о чем Серьезно говорить Не нужно Это не Гамлет Не Часки Это не Король Лир Это эпизодики Да Характерные ролики Комические роли Все Все же Эта маленькая Комическая роль Открыла актера Никулина Для режиссеров Его начинают Приглашать в кино Но первый большой успех К Никулину придет После другой роли Леонид Гайдай Искал трех актеров Чтобы снять Короткометражку Пес-барбос И необычный кросс На роль труса Он уже утвердил Георгия Витсена Который и рассказал Режиссеру Что в цирке Появился новый клоун Длинный Похожий на червяка Им оказался Юрий Никулин Ну есть же Знаменитая фраза Когда пришел Никулин На пробы И на встречу С Гайдаем Гайдай сказал Теперь уже Происторическую фразу Балбеса Искать не надо Все Его Тут же Утвердили Это счастье для артиста Когда режиссер Сразу Видит Что с тобой Можно работать С твоим типажом С твоим лицом Юрий Никулин Ведь Ну хуже Не придумаешь Понимаете Лицо какое-то Кривое Глаза печальные Такие Опущенные Эти Так Ну Ну нельзя его назвать Как бы вот Красавец Да А вот Смотришь на него Общаешься с ним И понимаешь Что он красивый человек Успех двух короткометражек Гайдая Оглушительный В каждый свой образ на экране Юрий Никулин Привносит элементы цирка Клоунады Создав необычные Яркие Смешные Образы Но неожиданно Ему предлагают Драматическую роль Лев Кулиджанов В своем фильме Когда деревья были большими Видит в главной роли Только Никулина Но актер Снова отказывается Он не верит В свой драматический талант Он комик Клоун В этом пространстве Ему комфортно И понятно К тому же Когда-то на войне Он принял решение Что будет нести людям Только смех Я признаться Откровенно Очень рад Лечь под этот Электронный Агрегат Чтобы капался Вогон Мне в рот Днем и ночью Круглый год Днем и ночью Круглый год Каждая новая роль Приносит новый успех Поднимает Никулина До недосягаемых высот В цирк тоже Уже идут Исключительно на Никулина Но мало кто знает Что этот успех И любовь народу Приносят с собой драму Напарник Никулина Михаил Шуйдин Тяжело переносит успех коллеги Он чувствует Что он лишний А Шуйдина Смотрит как на пустое место В некогда дружном коллективе Начинаются скандалы Шуйдин начинает пить Тяжело заболевает Никулина чувствует Свою вину Как до сих пор Чувствует вину За то Что выжил В страшной войне Он пытается наладить отношения Поддержать коллегу В цирке Говорит партнер Вторая жена Есть такая Четкая фраза И это в принципе Да Потому что вместе Больше много времени Проводишь И друг от друга Зависишь Поэтому Тут трудно Говорить о дружбе Тут можно Говорить о партнерстве Вот в таком самом Таком серьезном Значении этого слова Никулина начинает Отказываться от ролей Он все чаще Выбирает цирк Он хочет поддержать Своего партнера Михаила Шуйдина Его он не оставит До самой его смерти Слушайте Многие герои фильмов Которых мы сегодня Знаем и любим Могли быть сыграны Юрием Никулиным В роли благородного Похитителя машины С фильма Берегись автомобиля Эльдар Рязанов Видел только Никулина Сергей Бондарчук Тоже хотел его снять В своей эпопее Война и мир В роли капитана Тушина И в своем фильме Ватерлоу В роли английского солдата Гайдай видел Именно Никулина В главной роли В своей комедии Иван Васильевич Меняет профессию Но Юрий Никулин Всегда на первое место Ставил свой любимый цирк Но тех фильмов Что сыграл актер Было достаточно Чтобы любовь народа Стала запредельной Никулина Как артиста Всенародного Такого вот Кумира Любимца Как сделал кино Цирк Таких возможностей Просто не имеет Поэтому Отец прекрасно понимал Что он Из кино Но цирк Для него всегда Всегда Он был как бы роднее Это мой дом Мой цирк Кино он очень любил Любил сниматься Любил играть Но он еще Имеял возможность Убирать Потому что он был цирк Неожиданно для всех Режиссер Андрей Тарковский Приглашает Комика и клоуна Юрия Никулина В свою драму Андрей Рублев На роль Монаха Патрикея Эта роль Дается актеру Ценой невероятных Моральных И физических сил После съемок В эпизодах Жестоких пыток Которым подвергали Патрикея Никулин Долго не может Прийти в себя Не может выйти Из роли А ведь надо Еще вечером Появляться На родном манеже В цирке Нет Какого-то Понимаете Подвига В том Чтобы выйти В манеж С температурой 40 Или На украинскую Блокаду После травмы Или Замазав Тоном Шрамы От Когтей Хищник В этом Нет подвига Никакого Люди Цирк Они так живут Это их норма Жизни Никто этим Не будет Хвастаться Понимаете Перестраиваться После Работы Старковским На съемочной Площадке И Обращаться В клоуна Юрика Это в общем Часть профессии Не важно Что у тебя Как бы Что за спиной У тебя есть Что происходит В твоей жизни Как ты себя чувствуешь У кого-то Играли на съемочной Площадке Полчаса назад Не важно Ты должен Сделать свою работу Роль Патрике Отнимает Почти все силы А после того Как фильм завершен К своему ужасу Никулин узнает Что картину Положили на полку На долгие годы Премьера состоится Спустя лишь 21 год Это совершенно Другой Никулин И конечно Это совершенно Удивительный Риск Ход Режиссера Который Позволили Общепринятому Общепризнанному Любимцу Вдруг В другом Жанре Себя Показать Проявить Выйти из тяжелых Душевных переживаний Никулину Как всегда Помогает Юмор Он снимается В комедиях После которых Любовь народа К нему Становится Беспредельной Бриллиантовая рука Старики-разбойники 12 стульев Неужели ты ничего Не помнишь Осторожно Осторожно Почему Помню Что помнишь Поскользнулся Так Потерял сознание Так Очнулся Гипс Все Все Лучше бы я упал Вместо тебя Что ты гдешь Спасибо Береги руку Сеня Береги В 1974 году Он вынужден Снова вернуться На войну Только теперь в кино Никулин не хочет Погружаться в пережитую И забытую боль Но режиссер Сергей Бондарчук Уговаривает актера Когда Юрий Никулин Впервые надевает Гимнастерку И смотрит на себя В зеркало Ему становится страшно Он словно опять Оказался на линии фронта С окровавленными Товарищами Танками Бомбами Фильм Они сражались за родину Становится первым шагом На пути к уходу Из кинематографа Переживать еще раз Войну было слишком тяжело Ведь Никулин Никогда не играл Он проживал Каждую предложенную роль Вот вам молодым Им можно воевать без воздуха Как и при здоровье А мне нельзя Года мои не те Да и дома желательно бы Побывать Ведь у меня честь вроде тишек Про жену я уж не говорю Тут Дело такое Что сразу Слов подходящих не сыщешь Только признаться Тоже давно уже позабыл Как у нее подмышками пахнет Он согласился с неотцом Бондарчука Потому что это понравилось Ему понравился Как бы этот образ Он небольшой Там роль небольшая Солдат Некрасов И то что он именно солдат Вот именно Из окопов Ну как просто солдат Вот В общем из тех Кто выиграл войну на самом деле Не из генералов Не из маршалов Не из даже офицеров Вот это его как бы Зацепило Но потом роман-то Хороший шелух Без дорогих И фильм получился неплохой Через год Юрия Никулина приглашают На главную роль В еще одном военном фильме Режиссер Алексей Герман И автор романа Константин Симонов Видят только Никулина В роли военного корреспондента Василия Лопатина Правда сам актер с ними не согласен Но какой Лопатин И стар И по темпераменту другой Да и вообще Мне хочется сняться В комедийном фильме Лопатин не моя роль Сниматься не буду И все же его удастся уговорить Симонов же хотел Чтобы он сыграл Его самого Он и типаж подбирал Каким он хотел бы себя Ну как любой автор Написавший практически Роман Автомографический И снимая потом его А отец вообще боялся Он не хотел сначала сниматься Он отказывался Когда Постали сценарий Каравич Симонов позвонил Приехал И Вел там Даже спасительные беседы Его Вот два человека Его убедили Первая Мама моя Которая Филимон Долбила Что должен сыграть Это твоя роль Это абсолютно твое И Симонов Который 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 Несколько раз Приезжал И в конце Сказал Сергей Иванович Вы должны сыграть В этом фильме Хотя бы В память тех Кто с вами вместе Воевал И не вернулся Вот это как-то Его Ну Угломило У него очень Сильно было Вот это вот Боевое братство Военное братство Фронтовики Друзья Вот это вот Для него это очень было важно В съемочный период Утром он проживает войну Разрывая свою душу Тяжелыми воспоминаниями А вечером Выходит на манеж Изо всех сил Стараясь смеяться И смешить Лучшая роль его Конечно Я себе даже представить Не могу Более того Мы когда там Посмотрели на премьере Не премьера Это был на Мосфильме Показ Там для своих Картина уже была принята Уже там Должна была уходить на экран Ну на Мосфильме Был предварительный показ И отец Потом мы сидели Уже дома Он говорит Ну как Я говорю Знаешь Я даже не знаю Мне перестан разговаривать Это по-другому совсем Какой он грандиозный В фильме 20 дней без войны У Германа Это просто невероятно Человек Как будто ничего не играет Он просто Говорит в кадре Но за каждым словом Судьба За каждым словом Боль За каждым словом Потери И за каждым словом Надежда В этом фильме И когда ты смотришь Ты думаешь Действительно Все будет хорошо И победа будет за нами Несмотря на успех Картины Никулин понимает Что драматические роли Отнимают слишком много сил Что в них Он уходит От того обета Который дал себе В юности Нести смех А значит Единственный вариант Уйти из кинематографа И остаться в цирке У него есть силы Только на то Чтобы дарить зрителям радость Ну и что ты сидишь Не знаю Наверное устал Ты с чем-то недоволен Да Как-то вяло шел спектакль Без темпа Ну почему По-моему все прошло отлично Да нет Сначала вроде было ничего А потом Какой-то был спад Особенно когда делали гирю А что с гирей С гирей Никак не пойму Непонятная история Когда я падаю Публик очень мало смеется А должно быть нарастание Наверное плохо делаете Возможно Придется какой-нибудь трюк придумать Исключение Никулин Сделает только для одной роли Дедушки Лены Бессольцевой В картине Ролана Быкова Чучело Этим непростым фильмом У Никулина словно появилась возможность Сказать что-то важное детям А молодое подрастающее поколение Всегда было самым главным Зрителем для Никулина Дедушка прости меня Я всегда что-нибудь не так делала Ты простишь? И не подумаю Через год После окончания съемок картины Юрий Никулин покидает и манеж Когда-то он дал себе слово Что в 60 уйдет из цирка Но стариками нельзя смеяться И нельзя учить этому детей Несмотря на успех На любовь и обожание Он уходит Он говорил, что артист должен уйти Лучше на год раньше, чем на день позже И это очень правильно на самом деле Потому что человек пожилой В костюме клоуна Смешит народ Его жалко А клоуны должны быть жалкими Клоуны будут смешными А когда за человек переживаешь Что он же не молодой Валет дурака Но это не комильфо Вот поэтому он 60 лет ушел В Калинии Простился с манежем Ушел на пенсию Но покинуть цирк У Никулина не получается Ему предлагают стать Главным режиссером цирка А через два года И возглавить его Только есть одно но Здание цирка в аварийном состоянии Его нужно сносить И строить новое Старое здание сносят А на новое нет средств По сути Никулин Становится директором цирка Без цирка Он стал директором Цирка А так был последний сезон Закрылся на капитальный ремонт Так назывался капитальный ремонт А на самом деле Конечно полная реконструкция Потому что надо было что-то делать Он разваливался на куске Ну и тогда в общем Да тогда В принципе благодаря его Финальным усилиям Было построено это здание То есть он тогда Сумел своим авторитетом Пробить средства Чего было безумно сложным В те времена Непростые Несколько лет Никулин Ходит из кабинета в кабинет Выбивая деньги под строительство Везде он слышит только отказ Конец 80-х Страна на грани катастрофы О цирке думают В последнюю очередь Но Никулин должен Восстановить свой дом Вернуть его людям Помочь построить цирк Соглашается председатель Совета министров Михаил Рыжков Деньги выделяют Но это лишь начало Трудного пути Денег не хватает Приходится снова Ходить по кабинетам И просить Почти 10 лет Строительства Отнимают все силы И здоровье актера И все же Новый цирк Открывает свои двери Никулину удается Невозможное Отстроить свой родной дом Заново Надо поблагодарить Юрия Владимировича За дом За цирк Который он построил Он при жизни Построил себе Памятник И очень здорово Что в этом цирке Звучит до сих пор Его голос Который говорит Развучал Третий звонок Дай Бог Чтобы в 21 веке Находились Те Кто передаст Эту эстафетную палочку Расскажет И покажет Юрия Никулина Его творчество Укажет Его Дорогу Его творческий путь И кто-то Попытается быть На него похожим Потому что На него Нужно И можно Быть похожим В конце июля 1997 года Юрию Никулину Неожиданно Становится плохо После обследования Выясняется Серьезные проблемы С сердцем Срочно нужна Операция 5 августа 1997 года На операционном столе У актера Останавливается сердце Его удается Запустить Но 16 дней Юрий Никулин Лежит в коме Он умрет Так и не придя В сознание Масштаб Этой утраты Для всего народа И для каждого человека В нашей стране Был таков Что сообщение О кончине Величайшего артиста По телевидению Сообщил Лично Президент страны Он был Невероятно Неравнодушным человеком Он все пропускал Через себя Боли и проблемы Других Вопросы цирка Это все накладывают Свои Такие Ну Шрамик за шрамиком И в конце концов Это все Приходится ему К финалу И Конечно Все равно Младший сын Мне хорошо сказал Маленький тогда еще был Когда дед ушел Он говорит Знаешь Я такой счастливый Что знал дедушку Только очень мало А у Ахуджавы Есть песня Которая кончается Словами И пряников сладких Всегда не хватает На всех Это та же самая история Хорошего всегда мало К сожалению Таких людей мало Просто реально Даже на сегодняшний день Мало И артистов И актеров И Человека в первую очередь С той искренностью Добротой Да и в принципе На самом деле Сложно сказать Но действительно Уже сейчас Мало таких актеров Как Юрий Никулин Андрей Миронов И Почему так Я думаю Что Ну так вот Распределила судьба Я думаю Что конечно Еще будут Юрий Никульонов И Андрей Миронов Но это будут Другие люди уже Другое поколение Другого формата Это будут уже не те Которых мы знали В любом случае Мне кажется Что Точно таких же людей Не будет У нас есть Такой Невысказанный Там Некровью на стенке Написанный Девиз Мы живем так Что если бы С нами был Юрий Владимирович Ему не было бы За нас стыдно Он все время с нами Мы пьем из него Чокаемся Он Присутствует Подсказывает И оберегает Нас Его талант Как и любовь К нему народу Сложно измерить Или описать В том Что этот человек Нес людям Есть что-то Выходящее За рамки Привычных слов Ведь достаточно Просто произнести Юрий Никулин И человек Непроизволенно Начинает Улыбаться Сложно измерить Сложно измерить Сложно измерить Сложно измерить Непроизволенно Сложно измерить Субтитры создавал DimaTorzok